Привет, друзья! Сегодня приготовим с вами маканчиз, или, просто говоря, макарошки с сыром. Вкусные макароны в сырном соусе, в насыщенном, ярком, густом, на зарубежный манер. И для этого первым делом мне нужно подготовить сыр. Чем больше сыра вы возьмете, тем лучше, я имею в виду по количеству видов, тем более многогранные вкусы у вас будут. Это как в сырном фадиле, но как в любом сырном соусе. Я сегодня буду использовать два вида сыра, это чеддер и моцарелла, можно заметить на сулугуне. Чеддер обязательный сыр, моцареллу для того, чтобы хорошо тянулся соус. И нам нужно натереть их на крупной терке. Можно и на мелкой, в принципе, это вообще не принципиально, нам нужно натереть сыр. И когда мы с вами натерли наш сыр, самое главное его хорошенько перемешать, для того, чтобы он более равномерно расходился в самом соусе, и впоследствии, когда мы будем использовать его для хрустящей корочки наших макарон. Поэтому просто берем и перемешиваем. В этом блюде мое любимое правило, чем больше сыра, тем вкуснее, работает просто на 100%. Сыр оставляю в сторону, а мы можем готовить, начать соус по типу бешамели. Нам нужно растопить сливочное масло и обжарить в нем муку. Для приготовления соуса лучше всего использовать эллистостенную кастрюлю, разогреваю ее и отправляю туда сливочное масло. Как только сливочное масло полностью растопилось, отправляем туда муку и обжариваем ее до светло-коричневого оттенка. Это придаст нашему соусу такую легкую ореховый вкус. Ее обязательно нужно хорошо обжарить, чтобы соус получился действительно вкусным, а без привкуса сырой муки. В этот момент обязательно нужно постоянно помешивать муку, для того, чтобы ничего не пригорало и все обжаривалось максимально равномерно. Буквально через полтора минуты мы начинаем с вами видеть, что мука приобретает светло-коричневый оттенок, такой ореховый, кремовый. И теперь постепенно начинаем в несколько этапов добавлять молоко, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы у нас не образовались комочки. После каждого добавления молока хорошо перемешиваем. Наша задача добиться максимально шелковистой консистенции. И как только мы видим, что консистенция нашего соуса ничего не угрожает, масса достаточно жидкая и однородная, мы добавляем все оставшееся молоко. Наша задача все так же на среднем огне довести нашу смесь до кипения и слегка ее уварить, она загустеет. А для того, чтобы цвет и вкус у нашего соуса был более приятным, красивым и ароматным, мы будем использовать, конечно же, специи. Первым делом я немного добавлю соли, потом мы, если что, доведем дополнительно до вкуса. Обязательным условием является мускатный орех, это классический ингредиент для соуса Бишамель. Добавляю немного куркумы и паприки для красивого цвета. На вкус они не сильно повлияют. Немного черного молотого перца. Ну что, друзья, наш соус проварился 7 минут, после закипания, разумеется. Он сейчас такой консистенции, знаете, 20-ти процентных сливок. То есть он загустел, но это не какая там не каша, не какой-то там супер густой соус, а такой хороший, добротный, я бы сказал, подливка. И теперь туда мы отправляем плавиться наш сыр. Весь сыр я туда отправлять не буду, грамм 100 я отложу. Зачем, вы узнаете немножко потом. Но большую часть отправляем в кастрюлю и, постоянно помешивая, растворяем его в нашем соусе. Вот сейчас начинается самое вкусное. Вот только посмотрите, как соус тянется. Если вы в таком состоянии оставите его и дадите ему застыть, ну точнее остыть для комнатной температуры, то по факту это идеальный сырный соус для картошки, для бургеров, для каких угодно блюд. Просто хороший, настоящий, натуральный сырный соус. Без комочков, с натуральным вкусом, цветом и ароматом. Я же отставляю его в сторону, и мы начинаем варить макароны. Тут все, как всегда. Воду доводим до кипения, добавляем соль и отправляем вариться макароны. Согласно инструкции, указанной на вашей пачке, я буду использовать рожки, потому что они своей формой помогают соусу проникать внутрь них. И, соответственно, когда вы будете есть, это будет максимальное наслаждение сырным вкусом. И варим мы их до состояния аль денте, потому что в самом соусе макароны найдут до готовности. Наши макароны сварились. Возвращаю их обратно в кастрюлю. И отправляем туда соус, который мы сварили заранее. Вообще, по американским раскладкам, которые я пробовал и смотрел раньше, весь тот соус, который мы с вами сварили, примерно полтора килограмма, нужно залить в эти несчастные 400 грамм макарон, которые мы с вами отварили. Но мне кажется, это перебор, поэтому, ну, хотя бы половину. И все, разумеется, хорошо перемешать. Получается максимально сырные макароны. И теперь мы будем эти макароны запекать. Перекладываю их в форму для выпечки и дальше будем делать очень интересную вещь. Конечно, можно съесть это прямо так, прямо сейчас это уже очень вкусно. Но мы отставляем в сторону и будем делать хрустящую панировку. Для этого смешаем остатки сыра, панировочных сухарей, небольшое количество растительного масла. И все это распределим для запекания хрустящей корочки сверху наших макарон. В миску с сыром отправляем панировочные сухари, немного растительного масла и все перемешиваем. Ну и, как вы уже догадались, все это выкладываем поверх макарон. И отправляем запекаться в разогретой до 180 градусов духовку примерно на 10-15 минут. Нам нужно дождаться, чтобы сыр полностью расплавился. Ну что, друзья, запах стоит обалденный, корочка хрустящая, пахнет сыром. Я думаю, что нужно переложить в тарелку, дать буквально минутку остыть, и можно будет пробовать. Наша задача несложная, просто проникнуть в макарон. Ну а в съемках этого выпуска мне, как всегда, помогал Илья, компания Chill Production. Если вам нужна вкусная съемка, красивая, яркая и сочная, по любому поводу, будь то кулинарные блоги, будь то просто блоги, для вашей работы или бизнеса, то все контакты на Илью будут в описании под этим видео. Если рецепт вам понравился, не забывайте ставить лайк, писать комментарий и делиться им с вашими друзьями в социальных сетях. Ну а я буду пробовать. Давайте начнем с самого главного. Макароны. Бомба, друзья. И хрустящая корочка. Макароны. 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 Макароны.